Патриотический урок «Непокоренный Ленинград» в 122-й Самарской школе начался с вальса, который исполнили приглашенные курсанты кадетского корпуса МВД России. Затем школьникам рассказали, что такое блокада и как жили оставшиеся в городе ленинградцы. Меня поражает мужество ленинградцев, которые выставили такое долгое время. Они смогли справиться со всеми трудностями, с голодом, холодом, бомбежками. И как они справились вместе, сообща, пережили этот ужасный момент истории. Наверное, самый страшный момент был в середине блокада, когда начали прорывать ее. Постоянно находились под обстрелами. Самый долгий обстрел был 9 часов 30 минут каждый ежедневно. Нужно обладать бескрайним мужеством. Когда началась война, директор Народного музея Петр Моисеенко был ребенком. В то время он жил в Ставинграде и помогал бойцам, которые отстаивали город, подносил боеприпасы. Теперь он рассказывает школьникам о блокаде, о которой знают гораздо больше, чем они могут прочитать в учебниках. Например, история о том, как солдатам в праздник жители страны прислали подарки. И одному из них достался спичечный коробок. В нем лежал 10-граммовый кусочек блокадного хлеба от жительницы Ленинграда. Уже позднее солдаты смогли доставить этой женщине целую буханку. Подобные патриотические акции в самарских школах проходят по всем знаковым датам в истории России. Подростки охотно остаются на такие уроки. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.